Здравствуйте, дорогие видеоуслушатели! Что расширяет полномочия МВД и позволяет немедленно приступить к поиску пропавшего. Как хорошо в деревне летом знают все. Леса, луга, огурчик с грядки, быки мечат, петухи орут. И люди добрее и приветливее. Но речь пойдет не об отлаженном сельском быте и красоте природы. Речь пойдет о потеряшках. Это не вещи, сданные в стол находок. А люди, которые потерялись в лесу. В городе начать поиск проще. Интернет, полиция, видеокамеры на улицах, общественный транспорт. А в лесу что прикажешься делать? Мы не готовы к таким потерям. Нет навигаторов, компасов, карт местности. И главный вопрос, куда идти искать? Шесть лет назад собственный родственник потерялся, и никто не хотел его искать. Ну, то есть, как сказать, поискали-поискали, бросили это все дело, как обычно, людей не хватает. То есть, это все понятно. Это общепринятая практика. Есть установленные сроки, в которые полиция этим занимается официально. А дальше, если только там случайно найдут или еще что-то. То есть, все оперативно-розыскные мероприятия проведены, которые должны были быть проведены. И, соответственно, ждем уже, да, там, чего-то. Пока сам найдется, кто-нибудь найдет. И когда я поняла, что все, на этом закончены поиски моего родственника, я уже начала искать сама. Нашли, нашли. Буду помыться. Сегодня мы познакомимся со спасательным отрядом «След» и ее руководителем Мариной Никитиной. В этом фильме мы будем говорить о людях, которые пережили в прошлом подобное. И, собрав свою неофициальную группу единомышленников, продолжают помогать совершенно посторонним им людям находить их близких. Ведь пропавший человек, как правило, без связи, запасов еды и питья, поэтому счет идет на часы. Последняя надежда – телефонный звонок в группу. И вот, краткое совещание, рюкзак, вода, семечки, сухари, сменная одежда, спички, аптечка. Сектора нарезаны. Вперед! Серьезные впечатления. У нас вот из поисковиков, да, Лариса с Михаилом, Оля. То есть это вот то, что мы зимой ходили. С Ларисой с того года ходим, с лета. То есть это люди, которые, ну, всегда, да, бросают и дела, и свои домашние заботы, и все-все-все, и работу в том числе. Лариса, а вы как в группу вписались? Мы начинали, я у Марины начинала обучать Тору, когда еще было ей полгода. Вот, а фактически к Койском присоединилась в прошлом году. То есть ездила в это время по семинарам, тоже училась, обучалась. А вот фактически начали в прошлом году. Девчонки, а вот такой обычный жизненный бытовой вопрос. Если вы находите потеряшку, ну, к сожалению, это печальный исход. Вот, вот ваше отношение ко всему этому. Ну, тут я, допустим, могу сказать за себя, что, в принципе, я... Ну, не скажи, чтобы слишком ровно к этому отношусь, но достаточно ровно. То есть, да, но раз так, то надо же что-то делать, принимать какие-то меры, да. В любом случае, человеку нужно придать земле, если он найден неживым. Это все за свой счет? Никто не помогает, ни государства вообще ноль? Нет, никто не помогает. Мы за свой счет занимаемся с собаками, за свой счет их покупаем, за свой счет обучаем, ездим. Все-все-все. И на поиске, когда ездим, мы не берем деньги. И при этом вы помогаете людям и в свободное время. Да, потому что, ну, я считаю это достаточно достойным занятием. Марина, вот когда вы находите людей, они живы, здоровы, семьи, понятно, благодарят, радуются, вы потом с ними поддерживаете отношения или это просто галочка и следующее? С многими поддерживаем отношения. То есть достаточно много, кто продолжаем общаться, неважно даже где, в каком, в нашем городе, не в нашем. А у вас есть какая-то вот дата, день рождения вашего клуба, например, вашей группы? У нас не клуб. Нет, мы просто, просто как-то традиционно мышленники. Традиции семечки на поиск. Соленые. Соленые. Сама я сначала не поняла, в чем, ну, суть семечек, вообще зачем они, они, ну, как бы я их не очень-то и любила. А поездила побольше, все, там, какая-то ломка без семечек начинается. Лариса, ты семечки взяла? Нет, пойдем, Маринке спросим, может, она взяла? Да, пойдем. А, взяла, ура, ура, семечки. Не знаю, вот ходишь, разговариваешь, чем-то заняты, не знаю, руки, я не знаю вообще, в чем соль семечек. Ну, вот люди заняты чем угодно, там, я там, допустим, кино занимаюсь, там, видео, там, кто-то картинами, кто-то еще чем-то, а у вас спасать людей. Я вообще с Ларисой изначально познакомилась, когда она мне начала вот расписывать эти вот поиски, как они там Николая, там, Вабынину нашли, что к этому привело, из-за чего люди терялись, как их потом находили. Это так интересно, это так захватывает, что хочется самому и уже, ну, вы меня простите, вы, ну, так вот совсем недавно столкнулись с этим, когда, уже знаешь, определенный квадрат, где находится человек, уже все равно, живой или мертвый, хочется найти. А если, ну, вообще, такой раш, вот мы тут зимой, когда искали тоже пропавшего человека в деревне, зима, снег вот по пояс, я не буду, ну, то есть вообще, ну, реально, не пройти за колени, как было. Мы понимаем, что он уже не жилец, мы чувствуем трупный запах и какой-то, не знаю, такой азарт, такой раш, хочется каждый день ездить туда, искать, обходить еще раз, эти тропы вытаптывать, искать, искать, искать. Какой-то такой, нездоровый даже спорт. Добрый. Подытоживая, можно сказать, что это далеко не спорт, а очень тяжелый и неблагоприятный труд уникальной группы, которую не могли обойти вниманием местное телевидение. За свое существование группа нашла и спасла около 200 человек. Стоимость одной поисковой операции трудно оценить в деньгах, но тем не менее, представьте себе, одна собака стоит около 100 тысяч рублей, плюс всевозможные семинары и затраты на обучение, лечение своих помощников, которые впоследствии будут искать пропавших. Это еще сотни-полторы сверху, как минимум. А далее вычет практически теряется, ибо как посчитать затраты спасателей, которые находятся в лесах десятками часов, за свой счет, в свободное от работы время и в свои законные отпуска? Здорово, правда? Это я к тому, чтобы мы, собираясь в лес или на отдых на природе, понимали всю серьезность ответственности, возлагаемой на себя в первую очередь, и взяли с собой воду, еду и мобильную связь, а также поставили в известность соседей, куда собираетесь, и были благодарны в душе за то, что есть такие люди на свете. Всего вам доброго, дорогие видеослушатели! Все! Тут течение такое, что если даже и попал в воду... Субтитры создавал DimaTorzok